девчонки всем привет добро пожаловать на мой канал хочу с вами поделиться своим тупизмом страшным помните выкрашивали вот этот вот лак фиолетовый он такой красивый фиолет у вас просто на камере синий ну больше синий он фиолетовый фиолетовый он просто неземной красоты для меня потому что я обожаю фиолетовый цвет в общем сейчас я расскажу как я его испортила я начала получила вот именно вот его и вот этот красный начала его измерять в этой шприцах вот так вот выливали и обратно я убирала уже иглу и вставляла вот эту сюда и надавливала чтобы обратно убрать гирлак в тюбик сначала он идет очень хорошо вливается ровненько ровненько а потом идет пузырями в общем я начала выкраску и обнаружила можно я возьму кривую типсу некуда девать все равно я не буду это все сушить это кошмар какой-то я вот так вот и начинаю красить и вы посмотрите что происходит я даже не успею быстро прям вот в лампу не успею пока я несу уже будут сразу вот эти вот кружки появляться и не важно каким слоем я наношу толстым ли тонким ли нет чем тоньше слой тем тоньше эти дырочки появляются чем больше я толстый слой наношу тем толще этим больше эти дыры появляются снова и снова в общем не за этот лак вернули деньги я потом поняла что это я его испортила и хотела заказать еще один такой уже естественно не испорченный но там он теперь не 100 рублей стоит а с доставкой 170 рублей я не стала естественно брать вот вот жду когда будет бесплатная доставка очень жду закажу себе еще раз такой лак вот потом в этот же день одновременно вот этот у нас был помним все наверное что вот здесь было вместо 10 миллилитров по моему 5 что ли если я не ошибаюсь вот вот этот вот красный вместо 7 миллилитров я точно помню что было два с половиной миллилитра и им в принципе все таки можно накрасить но иногда где где вот эти вот мелкие вот эти вот шарики тоже попадаются но не всегда но это потому что наверное его было меньше гель-краску кани я набирала уже не так не выливала из тюбика а прямо вот так вот и шприца набирала прям вот так вот поэтому она испортилась меньше но тоже где где появляются эти шарики потом пришли мне джи дико ко ко я их тоже собралась измерять а кстати 1 вот это измеряла я не замечала никогда на типсах что он дырю дырочками я потом посмотрела говорю ничего себе а на самом деле испортилась из-за шприца тоже дырочками шел топ но он как вода был тоже вместо 8 миллилитров было 4 потом взяли джи дико ко тоже перелила а доказалось что меньше в половину продавцу пишу так и так у меня обманули возвращать мне деньги за черный красный белый и розовый еще до кучи вот и за топ так что говорю это ну давайте мне вернули половину стоимости всего почти и на этот лак не хотели вот говорит давайте тоже измеряйте он видите он уже пошел давайте тоже горит измеряйте я и потом подумала что а вдруг просто это в шприце какая-нибудь может не знаю смазка какая-нибудь есть или что-то еще и не знаю на шприце не должно быть никакой смазки вот я подумала что возьму-ка я тот же шприц который я использовала там вот вот с этой вот гель краской было вот вылила вот это потому что но хотя бы по цвет по цвету совмещается вылила потом вернула обратно крашу а он опять также плешивит я не понимаю в чем дело потом я подумала что я слишком много воздуха в них напускала оставила их открытыми на не на целую неделю потому что я периодически через день там ходила проверяла не помогает ли или помогает ли вот в общем целую деле ходила проверяла так ничего и вот это вот розовый после к они тоже выпендривается так что девчонки не измеряйте короче я уже смирилась с тем что не доливают почти в два раза они конечно охренели но что с этим делать мы будем знать уже что за такую сумму мы берем меньше миллилитров чем написано вот видите он как расходится разве должен гель-лак так расходится почему ты не горишь а горишь вот в общем это какой-то кошмар вот за это мне вернули деньги за это за джиди коко тоже все вернули в общем я могу еще раз конечно все это заказать красный уже красный я не могу сказать у его уже нет в наличии похоже я хотела его тоже заказать вот фиолетовый с платной доставкой извините меня как бы я не любила фиолетовый за почти за 200 рублей я покупать его не буду я дождусь лучше когда у них будет распродажа какая-нибудь вот потом а джиди коко вот этот цвет у меня в принципе он есть в кане поэтому сильно то мне он сейчас не нужен розовый мне очень понравился жалко его конечно но вот кане и вот этот красный не сильно испортились ему спокойно можно накрасить вот тут вот мы видим кто в инстаграме у меня смотрит там была с красной смородиной был маникюр я показывала вот там они наверное уже и видели этот маникюрчик мы без проблем накрасили вообще красота вот так что не повторяйте девчонки моих ошибок я уже смирилась с этим количеством что мне конечно очень сильно не хотелось я бабу упертые но что поделаешь если для вас цена была эта информация ставьте пальчики вверх а может кто-то знает в чем причина и как исправить эти лаки пишите мне обязательно в комментариях я все попробую а если еще вы знаете безопасный способ в отличие от моего измерять лайки то тоже напишите я знаю что можно конечно в баночку какую-нибудь перелить без шприца вот и просто обратно вылить в тюбик но в такой тоненький тюбик это же столько переливать времени придется или уже не выдавливать из шприца а просто открыть ну не закрывать вот эту штуку а просто поставить и пусть он стекает хоть неделю я не знаю но это лучше чем лак испортить но что-то я больше не хочу измерять отбила у меня все желание ладненько все наболталась с вами пора идти в общем если цена была информация ставьте лайк это я уже говорила ладно все всем спасибо всем пока